Продолжение следует... Я стараюсь, стараюсь. Я читаю 2 Коринфянам, 13 лава, 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с нами». Мы вообще уже почти целый год, может быть, какое-то время размышляем о том, о присутствии Божьем, о общении Святого Духа – это практически реальное присутствие Бога. Я в своих молитвах очень часто молюсь, знаете, о чем? Не про исцеление, не про что-то такое. Я прошу так, Господи, я хочу Твое реальное присутствие чувствовать, хочу видеть Тебя, хочу слышать Тебя, хочу Тебя ощущать. Это все, что нам надо. Вы знаете, если Бог с нами... Ну, кто против нас? Так говорил апостол Павел, правда? Кто? Какие проблемы? Какие вопросы? Ничего. Все вопросы решаются. Когда мы читаем про Иисуса Христа, и апостолы были со Христом, какие вопросы возникали сложные, трудные, проблемы, они всегда все решались, правда? Ну, вот найдите хоть один случай, где Христос оказался бы в проблеме, чтобы его так загнали в какой-нибудь угол, в пятый, и сказали ему, Ну, вот ты попался. Ни болезни, ни смерть, ни какие-то проблемы с едой, ничего не могло его остановить. То есть, он двигался вперед, все вопросы решались. Поэтому, если Господь с нами, ну, кто против нас? Что может нас сломить? Что может нас остановить? Что может нам воспрепятствовать? Ничего. Поэтому для нас очень важно понимать, чтобы Господь был с нами. Как вот здесь сказано, Бог любви и мира будет с вами. Это все, что нужно человеку. Почему, вот, допустим, мы читаем про Иосифа. Иосиф был в большой беде, попал в рабство. Но написано, Бог был с ним, и все вопросы решались очень просто и легко. То есть, он проходил через трудности, ему было тяжело, но вопросы решались. И Бог привел его к великой славе, к великой победе. Почему? Потому что написано, потому что Бог был с ним. И так везде, во всем Писании, когда Бог с человеком, когда он с ним ходит рядом, когда он с ним находится постоянно, человек переживает большое благословение Божие. Когда Бога нету, тогда начинаются проблемы. Вот поэтому для нас, как в этом стихе, существует таких, я бы сказал, ну, пять мыслей. Я постараюсь быть очень кратким. Примерно две-три минуты на каждую такую мысль, чтобы мы могли успеть закончить вовремя. Мы порассуждаем. Я здесь вижу таких, пять особых таких вот действий со стороны человека, которые человек может делать, и он может это делать легко. С Богом он это получит, и он совершит это, надеясь на него. И это то, что мы обязаны делать, чтобы присутствие Божие было с нами. Из-за нас этого никто не будет делать. Иногда, когда люди проповедуют о благодати, они не проповедуют об ответственности человека. Но Писание учит нас, что когда мы проповедуем о благодати, и когда Слово Божие нам о благодати горит, оно ставит человека под ответственность. Человек ответственен за свои поступки. Он ответственен за то, что он делает, что он думает, что он говорит. Потому и Христос сказал, за всякое слово человек даст ответ. Он ответственен за слова. За поступок свой даст ответ. За всякие мысли человек даст ответ. Он ответственный. Бог никогда не снимал с человека ответственность. Поэтому здесь мы видим, что апостол Павел, он говорит, что «впрочем, братья», слово «впрочем» означает «наконец», или подводя итог всему, вот то, что все я говорил, вот, братья, возьмите себе за вот такие правила. Вот давайте посмотрим, на что он акцентировал внимание. Ну, во-первых, он сказал, что братья все, ну, разумеется, и сестры должны радоваться. Здесь написано «радуйтесь». И здесь глагол стоит в повелительной форме. В греческом языке это стоит глагол в настоящем времени, в повелительном таком наклонении. То есть это как бы своего рода повеление, это своего рода заповедь такая, что человек, ты должен радоваться. Вот и все. Если ты не радуешься, то ты уже в проблеме. Я думаю, Господи, я вот когда читал этот стих, стал вообще думать о радости, полистал кое-какие места Писания, обнаружил, что в Библии, в Ветхом Завете и в Новом полно таких мест, которые призывают нас к радости. Притом, радоваться, Павел в других местах пишет, вообще всегда, всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Вот думаю, ну вот, да и вот. Ну, а как радоваться? А если скорби? А если проблемы? Даже радоваться невозможно. Ну, вы знаете, оказывается, существует у нас два источника радости или два таких канала, по которым радость протекает. Есть радость душевная, человеческая, да, которая вот находится в нашей душе, а есть радость, которая находится глубоко в нашем духе. Потому что наш дух – это тоже внутренний человек, он по Писанию и называется. Он обладает теми же свойствами, которые и обладает душа. Ну вот, когда мы говорим об устройстве человека, когда как Бог устроил у человека, обычно мы читаем такие места Писания, где говорят, что дух, душа и тело во всей целости. То есть Бог сотворил человека тройственным. У него есть дух, у него есть душа и у него есть тело. Или по-другому, человек имеет внешнего человека, то есть тело. Он имеет внутреннего человека, то есть дух человека. Это тоже мы читаем в Писании, то есть в Новом Завете. И у него есть средний человек, который называется сердце человека. То есть у нас три человека. Внешний, который вы видите, внутренний, который вы не видите, который – это есть дух человека. И есть средний человек, который называется сердце человека, которые находятся посередине. Сердце – это центральная часть. Почему называется сердце? Это место, которое занимается середина. И вот человек, как бы Бог вложил одного человека в другого и в третьего. То есть дух находится глубоко в душе человека, и душа находится глубоко в теле человека. Вот такое тройственное состояние. Поэтому, когда человек умирает, то Писание говорит, что тело без духа мертво. Дух выходит вместе с душой. То есть вот эти все чувства, которые у человека были, способности мыслить, размышлять, думать, все это соединяется с духом и выходит. Поэтому в Писании мы находим, что духи человеческие, мы приступили к духам праведников, которые достигли совершенства. И также мы находим в откровении души, убиенных за Слово Божие, которые были пред престолом. То есть они не имели тел, но они находились в вот таком состоянии. Поэтому, когда речь идет о радости, то речь не идет о такой внешней радости и даже средней радости. Речь идет о глубокой внутренней радости, радость, которая находится глубоко в духе человека. Поэтому вот написано филиппийцам 4 глава 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю радуйтесь». А Петр пишет, 1 Петра 1.6. «Осем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». То есть Петр пишет о радости, которая неприходящая, которая вечная радость. И чтобы радоваться, иметь вот такие духовные чувства небесные, нужно думать об этом небесном. Потому что радость приходит от того, на что мы смотрим, что мы ощущаем, что мы видим, с чем мы соприкасаемся. Поэтому он там пишет вверху, он говорит, что Бог возродил вас с воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому. Он благословил вас, вы благословенные люди. И он спасет вас, и он спасает, и вы находитесь в этом спасении. И он говорит, вот об этом радуйтесь. А дальше он говорит, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. Видите, то есть человек может одновременно и радоваться, и скорбеть. Радоваться глубоко в своем внутреннем человеке, потому что он смотрит и ожидает вечности. А с другой стороны, он может скорбеть, находясь в физическом теле и ощущая какие-то страдания, которые приходят в его жизнь сегодня. Видите, у человека может быть одновременно два чувства совершенно разных. В духе я радуюсь, а в душе я скорблю в своем среднем человеке. А в теле могу ощущать какую-то боль. Вот, допустим, вы слышали свидетельство нашего брата Саши. Вот он переживал одновременно вот эти вот чувства. В духе, когда мы молились, он звонил нам, и мы слышали его свидетельство. Вот человек переживал радость. А где-то внутри у него была какая-то скорбь, что вот в середине она какая-то была. Но глубоко внутри он переживал вот эту радость, благословение Господне, потому что он смотрел на невидимое, на то, что когда-то придет. Вот об этом идет речь, чтобы мы с вами научились постоянно радоваться, смотря на небесное, думать о небесном. Тогда наши радости никто не похитит. Вот Христос учил, чтобы люди не радовались внешним каким-то проявлениям, даже сверхъестественным. Люди пришли, говорят ему, апостолы, мы сгоняли бесов, и они весьма радовались. А Христос говорит, не радуйтесь, что бесы вам повинуются, а радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах. Потому что бесы – это временно, это временное явление. Вы их тут изгоняете, пройдет время, они будут в аду, и все, на этом все кончится. А ваша радость, то есть на что вы смотрите, она должна быть вечной, она должна быть постоянной, она не должна зависеть от чего-то временного. Поэтому вот смотрите, вот человек, допустим, есть деньги, благословил его Господь деньгами или имуществом каким-нибудь, или еще что-то. Он так хотел, он так молился, он так просил, Бог ему дал. Человек радуется. Это временная радость, она не будет держать ваш дух, она не напитает ваш дух. Когда отнимут у вас эту вещь, вы перестанете радоваться, возможно, будете плакать из-за того, что вот у вас было это, а сегодня этой вещи нет. А Бог хотел, чтобы наша радость основывалась не на временных вещах, не на земных вещах, а на вечных. Вот почему написано в послании к евреям, что люди с радостью принимали расхищение своего имущества, потому что они знали, что у них есть имущество на небесах. Видите, они переключили свой взор на небо, они переключили на Бога, на духовное, и поэтому легко шли по жизни. То есть скорби, которые приходили в их жизнь, они переносили их легко. Почему? Потому что смотрели на небо. Вот чем была сильна первая церковь христианская, потому что были очень сильные гонения. Они легко шли и свободно шли на эшафоты, они шли на казнь, они умирали за Иисуса Христа, их разрывали львы, их уничтожали, отрубливали им головы и другими, на кресты их вешали на крестах, распинали на крестах. Но они принимали вот эти страдания с радостью за Иисуса Христа. Почему? Потому что они уходили в вечность. Они понимали, что здесь вот это временно, сейчас я вот умру, и мой дух вознесется к Богу, и я буду с ним. Вспомните, как умирал Стефан. Замечательный пример. Он побивает человека камнями, он умирает, у него остались там последние дыхания, возможно, 3-4 дыхания, он вздохнет и он умрет. Он поднимает свои глаза к небу, что он видит? Он видит небо, он видит Христа, он видит Бога, он видит престол Божий. И он говорит, вижу Иисуса Христа, стоящего одесную Бога. И он умирает с радостью на устах. Почему? Он видел небо. Понимаете, его побивает, ему больно, ему тяжело, но так как он переходил в небо, видел его, и он понимал, что сейчас через 2 минуты или через минуту я буду на небе, мой дух просто выйдет из тела, и я буду там, я никуда не исчезну. Мое тело останется здесь, его похоронят. И поэтому он легко туда шел. Братья и сестры, если мы этого не поймем, и будем держаться за земное, и будем радоваться земным вещам, временным вещам, я не говорю, что они плохие, они хорошие, но они временные. Ваша радость будет временна. И когда наступит время тяжелых испытаний, вы не сможете устоять, я не смогу устоять. Потому что наши корни не были запущены глубоко туда, в небо, к престолу Божьему. Они были запущены вот на это все земное, временно. А они радовались. И вот о чем идет речь. Это должно быть у нас основанием нашей радости, это должно быть постоянно об этом мыслям, как мы вот слышали в начале, что думая о Господе, размышляя о Господе, о Его великой благодати. Во-вторых, второе, что нам необходимо, и мы это можем делать, и можем делать тоже с усилием Божьим, с помощью Божьей, с Его силой, которая направлена к нам, мы можем усовершаться. Обратите внимание, что второе, что он говорит, вы усовершаетесь. И слово усовершаетесь означает буквально исправляйтесь. Это то означает, что каждый из нас может делать какие-то ошибки, живя на этой земле. Потому что, как мы слышали, мы люди во плоти. Мы стараемся не грешить, и во Христе Иисусе мы имеем силу не грешить. Но бывает, человек падает и что-то делает неправильно. Не обязательно он делает какой-то страшный грех. Он может согрешить словом, он может согрешить своими мыслями, он может согрешить своими поступками, даже взглядом. Он может согрешить в своих чувствах. То есть сделать не так, как надо, не по слову Божьему. Слово грех означает не достигнуть цели. Это вообще не означает сделать вообще что-то плохое, хотя это туда и включается. Но оно означает буквально не достичь цели. Человек старался, но не достигнул цели. Вот вам и грех, вот вам и состояние, что нужно исправляться. И поэтому Писание говорит, что каждый из нас должен усовершаться, то есть исправляться, исправлять самого себя. И здесь я нахожу две такие мысли, как усовершаться. Ну, во-первых, существует слово Учителя, то есть слово Учителя Иисуса Христа. Через Его Слово мы исправляемся. Когда мы читаем Слово Божие, то мы читаем в Писании, что ученик не бывает, это записано в Луке 6,40, ученик не бывает выше своего Учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель Его. Мы живем здесь на земле, чтобы подражать Иисусу Христу. И как я говорил в прошлое воскресенье, прошедшее, что если человек не отвергнется самого себя, не забудет самого себя, он не сможет стать учеником Христа при всем своем желании. Он постоянно будет с ним спорить, он постоянно будет с ним доказывать. Вы знаете, в древних школах, и сейчас такие школы существуют, когда человек приходил к Учителю чему-то учиться, первое, что он должен был сделать, он должен был забыть все, что он знал. И никогда своего знания не вспоминать. И никогда им не пользоваться. Учитель начинал учить его совершенно новым знаниям. И, возможно, они были с чем-то схожи, но была определенная последовательность и определенный порядок, которому учил учитель. И когда человек следовал вот этому порядку, он тогда учился так, как надо, и делал жизни так, как надо. Вот о чем идет речь. Что люди вроде бы учатся, они ходят в собрания, но Писание говорит, что они многие учащиеся всегда и никогда не могущие дойти до познания истины. А Бог хотел, чтобы человек научился и мог другим передать. И стать учителем. Павел Апостол так и пишет в послании к евреям, что, ходя по времени, вы должны быть кем? Учителями. А вас заново надо учить. Вы знаете, церковь, это не просто, чтобы вот мы тут собираемся, и потом вот приходят какие-то проповедники, проповедуют два-три человека, и так вот годами длится, и так вот люди, часть людей приходит, кто-то поет. Вот ваша задача, вот вы чего в церковь ходите? Вы не просто приходите, чтобы благословение получить. Ваша задача стать учителем. Вы себе когда-нибудь думали об этом? Я такую паузу специально делаю. Ну, судя по времени, вам надлежит быть учителями. То есть все должны вот преподавать откровения Господня, которые Бог им дает, каким-либо путем, либо в песне, либо в музыке, либо в слове, либо еще в чем-то. Все должны быть... Так это не я придумал. Судя по времени, все такие должны быть. Это школа Христа. Ну, смотрите, ученик не больше учителя. Вы ученики Христа? Кто не ученик? Поднимите руку. Все ученики. Правда? Ученики Христа. Ученик должен быть кто? Как учитель. Вы понимаете? Вот вы поймите, вот я когда начал это понимать, что я должен быть как Христос. Я по-другому стал на жизнь смотреть. А то так, когда вы знаете, нету такой серьезности, так вы никогда не исправитесь и никогда не усовершенствуетесь. А Писание говорит, исправляйся. То есть я, моя цель, я хочу быть как Христос. Сто процентов как Он. Поступать в жизни так, как Он. Дело действовать так, как Он. Говорить так, как Он. Проповедовать так, как Он. Молиться так, как Он. Исцелять больных так, как Он исцелял. И так далее. Я должен быть похожим на Него во всем, во всем, братья и сестры. Это то, что учил Христос. И то, что делали ученики Первой Церкви. И самое главное, проявить любовь по отношению к людям. Чтобы я мог служить и раздавать им Христа, который живет внутри меня. Показывать им этого Христа. Вот поэтому мы учимся от Иисуса непосредственно. Потом, или справляемся. Потом нас исправляет также кровь Иисуса Христа, которую мы уже слышали сегодня. В Евреям 13 глава 20-21 сих там сказано, что Бог мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого крови и завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, через Иисуса Христа Ему слава во веки. Аминь. Обратите внимание, чем нам в помощь Господь для исправления дана кровь Иисуса Христа, дана вот эта благодать через кровь. То есть человек, если мы что-то старались, мы стремились, но что-то сделали неправильно, как Иоанн пишет, дети, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А потом, если вдруг согрешили, так что, пропали мы? Нет. Есть кровь Иисуса Христа, которая очищает. Есть ходатай Иисус Христос, который сразу за нас ходатайствует мгновенно, моментально. Наша задача просто сказать, Господи, прости, виноват, больше не буду. И пошел дальше. Если перед людьми согрешил, иди перед людьми и примиряйся, и извиняйся. В-третьих, что мы еще, кто нам может помочь, чтобы исправиться, это люди, которые находятся в церкви, то есть люди духовные. Писание говорит нам Галатом 6 главе 1 стихе. «Братья, если впадет человек, какое согрешение, вы духовно исправляйте таковы в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенны». То есть, видите, есть люди в церкви, которые всегда рады помочь, и есть духовные люди. Их, возможно, немного, их может быть 5, 10, 20 человек, но они есть. И вы должны этих людей знать, и вы должны, если что, идти к этим людям, потому что написано, Павел так написал, «Братья, если человек впадет, какое согрешение, а вы духовное, помогите ему». Вы люди, которые живете по духу. Духовный человек – это не обязательно пресвитер там или какой-то лидер. Это человек, который живет по духу, который живет с Богом, который переживает Бога в своей жизни. Он называется духовный. То есть, живет в Духе Святом, живет с Духом Святым. То к этому человеку можно обратиться, и этот человек может помочь. И здесь говорится, вы духовное, исправляйте таковых людей. То есть, помогите им. Сделайте так, чтобы выправить человека, поставить его на правильный путь и помочь поддержать его. Дальше. Второе, то есть, третье, что мы находим здесь такое указание. Первое – радуйтесь, второе – исправляйтесь, а третье – утешайтесь. Это человек должен научиться делать каждый день, утешать самого себя, говорить самому себе как определенные слова утешения. Мы читаем Римлянам 15 главе, 4 стих. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением, утешением из Писания и сохраняли надежду. Что может нас утешать больше всего? Это Библия, это Слово Божие, которое нас утешает. Мы читаем, что Дух Святой, когда придет, Он напомнит нам все. Как Дух Святой утешает человека? Он есть Дух Святой утешитель. Он напоминает нам слова, слова благодати, слова веры, слова Божьей любви, слова прощения. И человек должен к себе это применять, должен научиться утешать самого себя, потому что, посмотрите, какой вообще интересный порядок. Человек радуется, потом исправляется, учится исправлять самого себя и потом утешает сам себя, потому что, вы знаете, когда мы начинаем самого себя исправлять, в чем-то видим какие-то недостатки, нам всегда хочется как-то самих себя поругать. Бывало у вас такое, да? Мы ругаем самих себя, мы говорим, да Павел, до каких пор ты, вот опять ты не устоял, опять ты там длинный свой язык там показал или еще что-нибудь. Мы начинаем самих себя ругать и как-то переживаем за самих себя. А Писание говорит, чтобы мы научились утешать самих себя. Утешайтесь, речь идет по отношению к самому себе. Я должен научиться утешаться и вы должны это научиться. И мы должны людям помогать тоже утешать их. Не ругать их, не обличать там так сильно, чтобы человек не знал, что ему делать, а научиться его поддерживать. Как здесь написано из Писания, покажи ему Писание. Римлянам 12, 12, мы уже сегодня говорили утешайся надеждой. То есть надежда очень важна в нашей жизни. Что такое надежда? Это смотреть в будущее и ожидать чего-то хорошего. Вот каждый из нас в этом году что-то ожидает, правда? Ну прогнозы могут быть разные. Люди могут быть говорить, что придет какой-нибудь ураган, сметет что-нибудь с этой земли, порт может провалиться там под воду, уйти под землю, взмотрясение, еще что-нибудь. Война может там что-то прийти какая-нибудь где-то. И мы можем набраться всякой информацией. Особенно сегодня проблем никаких нет. Открывайте газеты, интернет, там куча всякой информации. Что чего-то происходит и что собирается произойти. Я одно время думаю, вот почитаю какие новости происходят в мире. Потому что я уже давно ничего не читаю, ничего не знаю. Меня спрашивают, что чего происходит. Я говорю, ничего не знаю. Знаю, что все хорошо. У Бога все хорошо. Ну и стал читать и мне страшно стало. Знаете? Я когда начинал, читал, может часа два. прочитал про все эти новости про Путина, про Обаму, про всех президентов, про мусульман, про Ирак, про Иран, что чего происходит. И прогнозы неутешительные. Война, война, коллапс, доллара скоро придет. Прямо выскакивает на экранах телевизоров и мониторов, выскакивает, что доллару скоро конец. В валюте доллар придет конец. уже придумали новую валюту и там какая-то, не знаю, как она называется, Амера там или еще какая-то, всему конец. Вы знаете, я как насчитался и спать не мог полночи. Думаю, господи, чего меня сюда понесло в эти новости плохие. Вот, война там, Путин там собирается воевать с Америкой, вот, и скоро, короче, всему конец. И вот, если вы будете в этих новостях сидеть, то плохо, вы не сможете самих себя утешать. Описание нам говорит, чтобы мы утешались надеждой. Надеждой на что? Что скоро придет Господь, придет скоро за нами, что мы скоро, очень скоро, как вот Писание говорит нам, Он сказал, я гряду и неумедлю. Грядет Господь за святыми Своими. Скоро будет конец этому всему на этой земле. Скоро Господь явит свою силу, свою славу, свое пришествие и так далее. Помните, Ян написал, что всякий, имеющий сию надежду, очищает самого себя. А какая надежда была? Он пишет, что мы увидим его так, как он есть. Что всякий верующий, который ожидает Иисуса Христа, увидит Господа таким, как он есть. И всякий, который имеет вот такую надежду, он сам себя очищает. То есть, видите, надежда обладает такой огромнейшей силой очищать человека, менять его состояние, менять его мышление, менять его поведение, менять все в его жизни. Поэтому вот, что мы сегодня ожидаем? И помните, Первая Церковь, она всегда ожидала пришествия Иисуса Христа. Вот-вот Господь придет, вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот. И заканчивается книга Откровения чем? Что Церковь восклицает, что ей гряди, Господи Иисусе, гряди, Господи Иисусе. Она ждет Христа, она ожидает Его, она не ожидает тут всяких коллапсов и всяких разрушений, она ожидает пришествия Иисуса Христа. Это то, что должно быть у нас. И это располагает сердце Бога, и Бог начинает двигаться в этих людях. Дальше мы находим, что говорится, будьте единомысленны и будьте мирны. Это таких пять ключей к присутствию Божьему. Мы сейчас говорим о том, как чтобы Божье реальное присутствие, потому что я говорил, что я молился, я говорил, Господи, хочу Твое реальное присутствие ощущать. И Бог показал вот эти вот стихи, что если ты, Павел, не научишься радоваться постоянно, и не будешь исправляться по жизни, и не будешь утешаться, и не будешь единомыслен со святыми всеми, и не будешь ты мирен с людьми, какое присутствие, о каком присутствии может идти речь, о каком явном божественном присутствии, таком реальном, что Бог проявлялся в жизни, это невозможно. Поэтому здесь говорится, что все святые должны быть единомысленны. Римлянам 15, 4, 7. А все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собой по Христу и Иисусу. У нас стоит в скобках учения, в подлиннике его нету. То есть, через Христа и Иисуса люди становятся едиными, единомысленными. Дабы вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Видите, что, оказывается, это Бог дает человеку способность думать одинаково, что все начинают мыслить о Господе одинаково. То есть, когда у нас есть конкретная цель мыслить о Боге, тогда и мы размышляем, и движемся к этому, то Писание говорит нам, что и мы начинаем служить туда друг другу. Да, Бог объединяет всех. Посмотрите, первая апостольская церковь, она была очень сильна в Иерусалиме, которая была. Почему? Потому что они были единодушны и были единомысленны. Они все пребывали, заботились друг о друге. В чем и заключалось единомыслие и в чем единственное? Что они постоянно протягивали друг другу руку помощи. Даже дошло до того, что они продавали свои имения. Для чего? Чтобы людям помочь. Чтобы благословить их, чтобы люди не были голодны, потому что стекалось очень много людей, тысячи, десятки тысяч людей было. Это было множество церквей. Люди собирались по домам. Они не помещались в одном помещении. Потому что написано собирались по домам. Представьте себе три тысячи, потом пять тысяч, восемь тысяч человек, а потом уже перестали их считать. Десятки тысяч людей. Это через каждый дом, наверное, в каждом доме, через два-три квартала собирались люди по двадцать, тридцать, сорок человек. У них постоянно было общение. И люди помогали друг другу. Они спрашивали, как ты, брат, как ты, сестра? Тебе есть за что жить? Нету. А где ты живешь? И вот так они заботились друг о друге. И в этом проявлялось вот это единомыслие. То есть они, что такое единомыслие? Это когда люди соединяются воедино и перестают быть множество людей. Один человек становится. Вот представьте себе одна мысль. когда, получается, все люди одним человеком стали. Вот если мы все с вами думаем одинаково, мыслим одинаково, одинаковые цели, так это мы уже пятьдесят или сто человек стали одним человеком. Понимаете? Нас уже нету пятьдесят. Нас нету сто. Мы один. И в этом заключается сила единства, когда люди начинают вот так вот. Я этому брату, я этой сестре хочу помочь. И тогда начинается действие, начинает вот это Божье присутствие пребывать. В этом и заключается эта любовь. Потому что, посмотрите, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога. То есть, получается, Бог от чего же ждет от церкви, от святых? Он ждет прославления, чтобы люди прославили как один живой организм. Ведь что такое церковь? Это одно тело во Христе Иисусе. Это не два тела, не три. Написано, устрояя одного нового человека. Имеется в виду корпоративного человека. То есть, люди, соединенные в одной, становящиеся одним человеком, во главе которого становится Христос. Христос – голова, а все люди становятся телом. Это один живой человек, новый человек, который вместе со Христом находится. Христос является в этом теле или в этом человеке глава. И вот этот человек в вечности будет всего один. Там не будет множества людей. Будет один корпоративный человек. То есть, все люди соединятся в одного человека и станут одним человеком. То есть, через Иисуса Христа и во Христе. Поэтому написано «Поэтому принимайте друг друга вот так вот, как Бог принял во славу свою». И еще одна мысль. «И будьте мирны». То есть, буквально означает «живите в мире, старайтесь жить в мире». И мы читаем это в Писании 12 глава 17 стих к римлянам. «Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». И 14 глава 12 стих к римлянам. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». То есть, видите, и вот постоянное примирение. То есть, вот, если вы услышали, что человек на вас что-то имеет, что-то там говорит про вас, идите немедленно с ним примиряйтесь. «Брат, я слышал, что ты такое отчетно говоришь, я не хочу, чтобы ты так ходил. Мы с тобой должны быть в мире. Давай помиримся. В чем причина, в чем вопрос? Люди должны научиться примиряться и ходить постоянно в мире. Без этого невозможно ощущать Божьего присутствия. Если я что-то имею на брата, вспомните, как Христос учил. «Оставь свой жертвенник, оставь все свои проповеди, оставь свои молитвы, слова, слове, иди примиряйся к брату, а потом приходи, и мы пообщаемся с тобой». Видите, как просто все, не надо тут никаких супероткровений. Хочешь общения с Богом, пообщайся сначала с человеком, чтобы ты с ним в порядке был, а потом приходи ко мне. Вот так Бог хотел, и так он хочет. И вы знаете, я вот думал, почему Павел выбрал вот именно вот эти пять таких слов, пять указаний. Ведь он мог бы выбрать и другие, потому что он, смотрите, он говорит, радуйтесь, совершайтесь, утешайтесь, единомысленные, там, мирны, и тогда Бог будет с вами, и тогда вы будете ощущать его реальное присутствие. Почему он не выбрал что-то другое, какие-то там другие, например, там, слова, чтобы люди там молились со всей силой, чтобы постились, чтобы они там Библию постоянно читали, и тогда Бог будет с вами. А он почему-то выбрал это. Вы знаете, Библию легко читать, и поститься, может быть, тоже легко, и молиться легко. А вот радоваться во всякое время тяжело. Вы знаете, я понял, что Бог дал такие ключи нам, которые возможны, но надо к ним подойти с такой злубокой верой. Вот радоваться во всякое время, это же тяжело, правда? Вот как радоваться? Я вообще вот смотрю на Сашу, который пережил это все, на их семью, и вот то, что они вот тогда радовались, для меня это чудо было. Как радоваться? Я вот не знаю, если, не дай Бог, с кем-то еще случилось, со мной, и не хочу такого. Но я думаю, как люди вообще в трудностях, они могут радоваться? Это же чудо. На самом деле, настоящее сверхъестественное чудо. Человек живет и радуется Богом. Понимаете? Это не просто, это что-то такое, что Бог закладывает внутри. Исправляться, это же тоже человек не хочет. Вот подойдите к человеку и похвалите его. Брат, да ты такой молодец, так хорошо песню спел. Благослови тебя Господь. И он смотрит, так расцветает и улыбается. А потом подойдите к нему на другой раз и скажите, брат, так плохо ты сегодня спел. Вообще так, не коснулась твоя песня меня. Вообще такая какая-то она у тебя мертвая. И вы сразу смотрите, и у него так лицо сразу и такое унылое стало. Он может держиться, а сам думает. Потом уже смотришь, уже и петь не хочет. Ну реально, правду же говорю. А если вы хотите исправить человека, и человек исправляется, он легко, это тяжело. Принять какое-то обличение, чтобы вас исправили или меня кто-то исправил. Человек не хочет этого. Он протирится этому всему. Или, например, утешать себя во время какой-то скорби. Ну как себя можно утешать, когда скорбь? Так и хочется, чтобы вот что-то такое произошло. А Бог говорит, да ты сам себя утешай. И ты будь единомысленным. Это тоже тяжело. Чего я должен с ним соглашаться? Или чего я должен ему помогать? А вообще кто он такой? А как это? Это он пусть меня слушает. Вот почему, например, Бог сделал так, что он сказал, что жена должна поминоваться своему мужу. Я думаю, знаете почему? Потому что у женщин, у них очень много всяких идей. Я не знаю, как вы, я когда общаюсь, бывает так, столько много идей, разных, совершенно разных. Надо и то, и надо вот так, и вот этот. И когда они начинают рассказывать какие-то истории, то они с такими мельчайшими подробностями рассказывают, что можно сразу записывая на монитофон, а потом книгу пиши, и у них все здорово получается. И вот, чтобы они много не говорили, Бог поставил им во главе мужчину, знаете, чтобы вот муж был. Муж сказал, вот так, и вот так, и вот так, все, послушал тебя, спасибо, хорошо. И тогда становится единство, и все просто и понятно. То есть, послушал, выслушал ее, все, спасибо за совет, за указания, но давай будем единомысленными, все-таки, я последнее слово за мной, и вот я вот так считаю, что нужно копать огород с этой стороны. Все, начинаем копать. И все, и вопросы закончились, и люди пришли к единству. И точно так и к миру. Поэтому давайте мы сейчас помолимся, будь Господь нас благословит, и я знаю, что это трудно все сделать, стоять в этом, молиться об этом, но Бог силен нам помочь. Все мы в это будем верить, чтобы его присутствие было реально в нашем жизни и проявлялось в силе Божией. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя и славим Тебя, ибо Ты благ во век милость Твоя. Господи, все наши желания к Тебе, Твое слово говорит, что нет подобного Тебе, который по небесам принесся на помощь нам и во славе Своей на облаках. Мы благодарим Тебя за Твое могущество, за силу Твою, за помощь Твою, за благодать Твою, за Твое присутствие, которая находится в каждом из нас, в наших сердцах. Но Твое желание, чтобы мы ощущали Тебя реально в наших собраниях. Ты сказал, что Бог любви и мира будет с нами. Ты сказал через Твоего апостола. Господи, мы в эти слова верим. Это живые слова, это не мертвые слова, это реальные слова. И Ты говоришь нам, чтобы мы научились радоваться во всякое время, радоваться о духовных вещах, радоваться о духовных небесных силах Божьих, о жизни, которую мы имеем во Христе Иисусе, о небе Господнем, о котором мы сегодня слышали в песнях. Радоваться о жизни вечной во Христе Иисусе, о том царстве, которое Ты приготовил для любящих Тебя. Не слышал того уха, не видел того глаз, что Ты, Бог, приготовил любящим Его. Нам Ты открываешь сегодня Духом Своим, Святым. Открывай, Господи, еще более и более. Пусть наши глаза будут смотреть туда, в небеса, смотреть в небо, смотреть на вечную жизнь, на Твое спасение, на Твою благодать, на вечность, Господь, на ту вечную жизнь, которая откроется нам. И Ты сказал, когда мы смотрим туда, мы легко проходим всякие скорби на этой земле. Слава Тебе за это, что мы можем среди великих скорбей преизобиловать радостью, потому что взираем на Тебя, на начальника и совершителя веры. Благослови нас, Господи, так же, чтобы мы исправлялись каждый день, в каждом, Господь, нашем поступке, мы совершенствовались, как Твое слово говорит, усовершались или исправляли самих себя, глядя на Иисуса Христа. Господи, открывай нам и показывай, вразумляй нас и учи нас каждый день, что нам необходимо исправить, наше, возможно, понимание, наше состояние, наше мышление, наши дела, наши слова, наши поступки, Господи, наши отношения к людям. Научай нас, исправляй, помогай нам также через драгоценных наших братьев и сестер в церкви. Пусть наше сердце будет открыто, когда они придут нам и будут давать какие-то дельные советы. Научи нас принимать их, не обижаться, Господь, а принимать, как от Тебя, от Твоего благословения, потому что Ты наш учитель и Ты, Господи, всегда будешь исправлять нас и научать нас. Благослови нас так, Господи, чтобы мы постоянно утешались, чтобы мы были единомысленны в Тебе со всеми святыми и чтобы мы творили и сохраняли мир в своих сердцах, как Твое слово говорит, что мы были миротворцами и мы были людьми мира и распространяли мир и благоухание Твое на всяком месте. И пусть Твое реальное присутствие, Господь, придет в нашу жизнь, придет в наши собрания, придет в наши отношения, в нашу каждую семью во имя Иисуса Христа. И явится слава Твоя на рабах Твоих. И, Господи, потекут реки живой воды из каждого из нас. И многие-многие люди еще обратятся к Тебе. Да будет прославлено и возвеличено Твое драгоценное имя, наш великий Господь Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь.